Прыжов Иван Гаврилович Очерки русского быта М. Институт русской цивилизации, 2017 История кабаков в России в связи с историей русского народа Важные цитаты из сего труда, которые проливают свет не только на историю распространения алкогольного греха, но и совершенно незамеченные Прыжовым, но важные сейчас исторические, языковые, этнографические и другие нюансы, которые были известны и очевидны образованным московитам и жителям Российской империи второй половины XVIII века Прыжов, 1827-1885, мнился историком, этнографом и публицистом В сей книге «История кабаков в России в связи с историей русского народа» Ивана Гавриловича Прыжова рассматриваются важные страницы истории народного быта народов населявших Европейскую часть Российской империи Работа основана на богатом фактическом материале Содержание Предисловие Глава Ай – черты старинной жизни русского народа Глава 2 Бортничество и пчеловодство Глава 3 Первое появление пошлины с пятий Медовые дани Подать с хмеля и солода Глава 4 Питейные дома на Западе Корчма – древнеславянский общественный питейный дом Глава Ви Москва Появление кабака около 1555 года Корчемство становится контрабандой Глава 6 Новый характер питейного дела в отношении к духовенству, к боярам, к народу Глава 7 Управление кабаками Кабацкие головы, целовальники, откупщики Глава 8 Развитие корчемства и преследование корчемников Глава 9 Инородцы Глава Х Провеж Спутник кабака Глава 11 Орден Нащекин и Крижанич Глава 12 Распространение кабаков с 1552 года до начала XVIII века Глава 13 История питейного дела в Юго-Западной Руси Глава 14 Киевские корчмы Глава 15 Юго-Западные корчмы до 1659 года Глава 16 Польша Глава 17 Малороссия Корчмы в Малороссии с Хмельницкого и до XVIII века Глава 18 Кабаки в Слободской Украине Глава 19 Юго-Западные корчмы в XVIII веке Глава 20 Распространение кабаков в XVIII веке Откупная система Глава 21 Последние времена откупов Общество трезвости Глава XXII Введение новой питейной системы и ее последствия Господини, крестьяне себя пропевают, а люди гибнут Кирилл Белозерский Предисловие Решаемся сказать несколько слов о том, что могут требовать от нас наши читатели Первый том «Истории кабаков», первый посильный труд изучения питейного дела на Руси, был окончен еще в 1863 году и с тех пор более и более сокращался в объеме Вслед за первым томом, так сказать, официальной истории кабаков, были заготовлены материалы для двух следующих томов, именно исторический обзор кабацкого быта, происхождение и быта целовальников, городских пьяниц, кабацких ярык и несчислимой голи кабацкой, то есть нищих, беглых, воров, бунтовщиков и разбойников Целью нашей было изучить питейное дело со стороны той плодотворной жизни, на которой произрастали кабаки, севуха, целовальники, взглянуть на него глазами миллионов людей, которые, не умудрившись в политической экономии, видели в пьянстве Божье наказание и в то же время, испивая смертную чашу, протестовали этим против различных общественных благ, иначе, пили с горя Но второй и третий томы мы не сочли пока удобным выпустить на свет Божий, а ограничились только первым 17 мая 1868 год И, Прыжов Глава Ай Черты старинной жизни русского народа По свидетельству начальной летописи, русская земля издавна имела свой наряд, жила по обычаям своим и по закону отцов своих, жила, как поет чешская песня 11 века, по правде и по закону святу, юже принесеху отцы наши Эта жизнь по правде, которую народ относит ко времени светлого князя Владимира, подобно тому, как кельты уносятся в своих воспоминаниях к королю Артуру или англосаксы к доброму королю Градгару, представляет нам первые твердые следы самобытного, свободного, исторически развившегося существования народа Ни мужиков, ни крестьян тогда еще не было, а были люди, Ярополк, княжа Киев Людье Бокаяне посла Шапаэн, мягкий знак, Лавр 192.Гимя, которая доселе живет еще в Южной Руси, люди, народ, был народ, владевший землей и состоявший из мужей и пахарей, Ратой, Аратой Почтенный всеобщим уважением, Ратой имел возможность мирно заниматься трудом, братски протягивая руку князю и княжему мужу, и вместе с ними устрояя землю Князья, растя матерее, вели друг с другом родовые счеты, сеяли землю крамолами, но пахарь дорого ценил свое мирное земское значение Глава 2 Бортничество и пчеловодство Московские судебники 1427 и 1550 годов ни словом не упоминают о Бортном и Пчелином промысле, о нем упоминается только в прибавлениях к судебнику 1550 года, заимствованных из Литовского статута Справедливым оказывается Михалона свидетельство, 1550, что москвичи даже хвастались, что они пользуются литовскими законами В прибавлениях к судебнику за порчу Бортного дерева с пчелами велено брать 2 рубля, а без пчел 25 алтын, а за неделное Бортное дерево 12 алтын 4 деньги А кто будет у кого пчелы выдрал неподлаживаючи, а дерево не портил, тому повинен будет платить за всякие пчелы по полутора рубля Уложение 1649 года, следовавшее за судебниками, заимствовав из Литовского статута 56 статей, взяло в том числе и статьи о пчелах По уложению, за Бортное дерево с пчелами положено 3 рубля, а без пчел, в котором дереве наперед того пчелы были, полтора рубля, а в котором дереве борть была сделана, а пчел не бывало И зато 25 алтын, за кряж не выделанный по 12 алтын 3 деньги, сколько их не испортит Кто выдерет пчел, а Бортей не испортит, на том доправить за всякие пчелы по полутора рубля, за покражу улья, по 3 рубля за улей, да еще бить его кнутом А кто подсечет дерево с пчелами и мед из того дерева выдерет, на том доправить 6 рублей и отдать истцу Но с упадком медоварения, подорванного кабаками, законы о пчелах, заимствованные уложением, не имели никакого значения, и пчеловодство упадало больше и больше Наконец, по своду законов, составленному в текущем столетии, усовершенствование пчеловодства принадлежит к ведомству Министерства государственных имуществ Глава 3 Первое появление пошлины с пятий Медовые дани Подать с хмеля и солода дань Ржовская с города Ржова, соседнего Ивангороду и принадлежавшего сначала Пскову, потом Новгороду, Литовскому королю и, наконец, Москве, во время новгородского владения определялось так А люди на них варят дванадцать варов пива, а дванадцать ночей ночевать и ему волости, и восемь дванадцать, и зиме дванадцать, а Зенка Яхович с своим племенем владыцы дают четыре пуды меду пресного, а великому князю московскому стых двух третей ничего не давали, а владыцы Новгородскому и боярам новгородским больше того не хожевало ничего, как в списку стоит, как поведают старые люди Так все велось до тех пор, когда царь взял Новгород, и, вече им сказил, и началось то, чего прежде не бывало Також и в Новгороде было В том же в тысяча четыреста шестьдесят седьмом году в Тверю, бысть хмелю оков по рублю, около трех рублей серебром В Муроме в тысяча шестьсот девяносто втором году кипа хмелю весом двадцать две пуда стоила с провозом семь рублей, двадцать один алтын четыре деньги В семнадцать веки хмель разводили в Шуе и выписывали из Литвы через Псков При Михаиле Федоровиче послана была в Апсков грамота с запрещением покупать у литовцев хмель, потому что посланные за рубеж лазучики объявили, что есть на Литве баба ведунья и наговаривает на хмель с целью навести на Русь моровое поветрие Глава 4 Питейные дома на Западе Корчма — древнеславянский общественный питейный дом Заплатив пошлину за солод и хмель, народ спокойно варил себе питья и спокойно распивал их дома среди семьи, или на брачинах, или на братских попойках в Корчмах Один из главных признаков сложившейся народной жизни — это следы социального ее устройства, проявляющиеся в организации пировных общин, из которых потом вырастают могущественные городские общины, брачина, гильда, артель, цех и в заведении общественных питейных домов Человеку, вышедшему из Дикого состояния, немыслимо, чтобы он дома у себя или в питейном доме один упивался пьяным питьем и чтоб, напиваясь поодиночке, упивались все На основании простого физиологического закона, что посредством веселого возбуждения облегчается пищеварение, что среди людей легче естся и пьется, люди собирались пить вместе, и в дружеской беседе около вина, в братском столкновении человека с человеком завязывалась между людьми социальная жизнь Древние Афины наполнены были питейными домами, называемыми, копылеи, от, лат Каупо, родственное с церковнослов Купыти, копа, первоначально лавка, потом питейный дом Здесь народ проводил время, распивая вино и слушая флейтщиц В числе лиц, посещавших копылеи, мы встречаем Сократа Римские питейные заведения известны под несколькими именами Каупр, Каупонр, Попина, Питейный дом, от Пина, Пить, и Таберна, мелочная лавка, Питейный дом, от Табула, стол В этих домах, где кроме вина продавались и кушанья, мы встречаем в числе всего римского народа известных римских граждан Овидия, Горация, Проперция, Тибула и Цицерона К концу Римской империи в римском народе стали возникать социальные общины, крыльджер, составлявшиеся преимущественно из людей бедных, и местом их собраний, скрор крыльджер, служили портики и таверны Поэтому в одно время от Клавдия вышел приказ запереть все питейные дома Глава 4 Питейные дома на Западе Корчма, древнеславянский общественный питейный дом Трогательно это воспоминание о корчме у народа, забывшего не только свою страну, но и свой старый язык В Богемии и Польше, начиная с 11 века везде, на площади или рынке, стояла корчма Западные корчмы сначала были, как и везде, вольными учреждениями, куда народ спокойно собирался по торговым дням, потом делались княжескими, казинами или вместе с землей переходили в наследственную собственность арендаторов Шульцов, получавших право заводить Либера Таберна, или к духовенству, к епископам и монастырям, и тогда народ стал заводить себе тайные корчмы, Табернар Колтер, известные с 12 века Свободные корчмари подлежали ведомству и дворовому суду, курир, того господина, на земле которого находилась корчма В юго-западной Руси доселе еще удержалась древнеславянская корчма, и в разных местах Белоруссии встречаются остатки огромных корчем, превращенных теперь в заездные дома и составляющих как бы кварталы местечка И если в Воронежской губернии народ по праздникам собирается уже около кабаков, то в Веленской губернии еще по-прежнему все общественные дела решаются в корчме, и во всей Белоруссии и Украине корчма служит обычным местом собраний для дел, бесед и гульбы В Белоруссии бабку после крестин ведут в корчму Еще недавно в некоторых уездах Витебской губернии, Динобурском, Режицком и Люценском, среди раскольников парня и девицы на Масленице собирались в корчму на праздник, называемый «Кермаш», и парень, выбрав себе девицу, уходил с ней в лес и там венчался около дуба Двор корчмы или стадола, сарай при корчме, служит местом собраний парней и девчат, которые приходят сюда плясать под музыку Еще бажо не дал, чьи праздника, псля обду, хлопц тад в чата сходются до корчми оттанцувать, а хозяне и ЖНК сбираются до ха подивитесь, тапа балакать до очем, а пэ дэ Час и чарку горлк выпить Отзбралось бля корчми людей в жечи мало, музыки играют, пару боксдвкою танцу, а стариши, люльки запаливши, поседали саби на присп тай балакаюсь Та не в си же пьяниц в шинку, рассказывает другой, одн приходять сюда побачитесь зэ добрыми людьми да побалакать, а друг, так, я коца и краткое я, чтоб послухать разумних людей и почуть щоробиться у СВТ Бачите, у нас на селнку дибэйль мягкий знак ша избиратится В праздник, когда нет дела, чоловш с утра уже идет в корчму и говорит жене, надо сходзиц на часок в корчму Жена обыкновенно отвечает, пойдешь на часок, а просядешь до ночи, видс в корчмы смаленые лавки, как сядешь, так и поролепнешь Но совсем уже не то местами, где корчма успела обратиться в кабак, зашедший из Москвы, или шинок, нем Щенке, занесенный в Украину ляхами, куда теперь и девчата чистуют Двчата, ночные собрания которых разгоняют для порядка, собираются в корчмы пить Корчемствовать в значении мелкой, розничной продажи встречается в списке «Русской правды» конца XIII века На северо-востоке Руси, где общественная жизнь развита была гораздо слабее, чем на юге, корчмы не имели никакого значения Суздаль, Владимир, Москва совершенно не знают корчемной жизни, напротив того, в Киеве, удивлявшем в XI веке своим народонаселением, своими осьмью рынками Адам Бременский, Дитмар Межеборский, в не менее богатом Новгороде, в Обскове и Смоленске, который в летописи под 863 годом назывался великим и богатым городом, корчмы, должно думать Составляли важное городское учреждение В уставной грамоте смоленского князя Ростислава Мстиславича 1150 года упоминаются мыто и корчмите Влучин, княжеской дани, гривны, а мыто и корчмите не в дома на что ся снидеть Эта часть города выстроена была великим князем Василием, отцом Грозного, и назначена для поселения в нее иноземных солдат, и названа Налейки, Налейки, Дайсауштад У чехов не значит Налей Это название произошло от того, что иностранцы, проживающие в Москве, гораздо больше предаются пьянству Свидетельства иностранцев, что еще при Иване 3, 1462, 1505, закрыты были корчмы И народу было запрещено употреблять напитки И что при его преемнике, Василии, 1505-1533, только слугам великого князя и иностранцам позволено было пить, и для их попоек отведена слобода, огороженная забором, показывает нам, что в Москве начиналось новое положение вещей, неизвестное остальной Руси Первое широкое приложение к делу этого нового московского порядка должен был Испытать Новгород Великий Князь в Новгороде был предводителем войска, исполнителем судебных решений, поставленных выборными судьями, князь казнит, и за это шла ему половина судебных пошлин, казнь, казна Кроме того, ему предоставлены были доходы от торговли, и, как мы видели, право медоварения по городам, слати медовара Князь не имел права приобретать земли в Новгородской области и мог торговать только через новгородцев Основы старого новгородского порядка держались до самого падения Новгорода Еще недавно, 1469, Веча объявляла, что великий князь, царя Новгород не знал, ни даже государя, не имеет права ни в земле, ни в воде, народ продолжал жить под старому, спокойно сбираясь в вольные корчмы и рассуждая о политических делах Теперь же все это должно было рушиться На место новгородских купцов, вывезенных вон и разосланных по городам, высланы были в Новгород купцы московские Имения боярские были разделены московским людям В летописи под 1470 годом сказано, что весь Новгород всколыхался, словно пьяный А Беляев в своей «Истории Новгорода» переводит это место так, богатая молодежь выпустила пьяниц, собранных из кабаков Заметим ему, что Новгород 1470 года совсем не знал, что такое кабаки Новгород испытывал теперь всю тяжесть, пошлины Низовской земли, как он сам выражался о Москве Великий Новгород Низовской пошлины не знает, как наши государи держат там в Низовской земле свое государство Одной из Низовских пошлин было запрещение свободного корчемства, и вот в Новгороде, опустошенном и ограбленном, Иван IV начинает расставлять царские корчемные дворы 1543 года ноября 21 новведений в день прислал князь Великий Иван Васильевичу, Великий Новгород Ивана Дмитриевича Кривого, и он поставил в городе восемь корчемных дворов В Новгороде появилось страшное пьянство, и новгородский владыка Феодосия решился ходатайствовать за народ «Бога ради, государь», — писал он к царю, — «почися и по мысли о своей очине, о великом Новгороде, чтося ныне в нее чинят» В корчмах беспрестанно души погибают без покаяния и причастей, в домех и на путях и торжищах убийства и грабления в граде и по гостам великие ученилися, прохода и проезда нет 27 января 1547 года были уничтожены в Новгороде все царские корчмы, пожаловал царь и государь Великий Князь Иван Васильевич в своей очине, в Великом Новгороде, отставил корчмы и питье Кабацкое, давали по улицам старостам на 30 человек две бочки пива, до шесть ведер меду, до вина горького полтора ведра на разруб В новгородской второй летописи дополнено В лето 7056 генваря в 10 день князь Иван Васильевич отставил в Новгороде корчмы, и дворы развозили В городе появилась тайная продажа петей В лето 7079 месяца февраля 23 в пятоке на масляной неделе приехали в Новгород дикие опришные Семен Федоров сын Мишин да Алексей Михайлов старый, да заповедали венщиком не торговать Да и осторожнее уставили, на Великом мосту решетки, а поймают венщика с вином, или пьяного человека Они, и они, велят бить и кнутом, да и в воду мечут с Великого мосту Московские петейные дома этого времени также назывались корчмами, хотя не имели никакого общественного значения В Москве, писал Михалон в 1550 году, нет шинков, и если у какого-нибудь домохозяина найдут хоть каплю вина, то весь дом его разоряется Вольная корчма здесь была неизвестна, корчмы держали недельщики и десятники По судебнику 1550 года в поручных записях о недельщике говорилось, что ему, корчмы, бы меньше, чем людей, больше, чем и всяких лихих людей не держать Стоглавый собор 1551 года приказывал, а корчим бы десятникам не держать По домострою корчемный прикуп, прибыль, стоял рядом, статьбою и кривым судом Собираясь в корчмы, народ пил, не скидая шапок В церквах, говорит Стоглав, стоят в шапках, словно на торжеще или яко в корчемнице Пить и играть с зернию в корчмах собирались бояре, монахи, попы и толпы холопов Стоглав приказывал, чтоб дети боярские, и люди боярские, и всякие бражники зернию не играли и по корчмам не пили На этом месте бывает ярмонка, наиболее посещаемая во всем владении московского государя Сюда стекаются, кроме шведов, ливонцев и московитов, еще татары и весьма многие другие народы из восточных и северных сторон Глава Ви Москва Появление кабака около 1555 года Корчемство становится контрабандой Киевские князья ищут просторы своей деятельности в дремучих лесах Северо-Востока За князьями двигается народ, несет с собой киевский эпос, создает себе новый Киев, Владимир, строит в нем киевские церкви, киевские золотые ворота, украшает новые места дорогими именами киевских урочищ, как, например, Печерский монастырь, река Лыбить и так далее, но отросток южной жизни вырастает на чужой почве иным деревом Князья, переселявшиеся на север, первым делом считали закрывать веча и избивать вечников Жизнь, заложенная на северо-востоке, всецело сказалась в Москве Когда Киев и Новгород считали свою историю рядом столетий, Москвы еще не было, на месте Москвы жила чуть, но впоследствии поселилась здесь русское племя, которое окрепло среди жесточайших невзгод и стало потом центром всего русского мира Возникновение Москвы, получивший свое имя от финского названия Москва, то есть мутная река, по наивному замечанию летописца, совершилось так, довол вложив сердце князем татарским, сводиша братью, ркуща великому князю Юрию Даниловичу, а же ты дася выход болопе князя Михаила Тверского, а мы Тебе княжише великое дадим Побратавшись с татарами в тени этого, антинационального развития, Буслаев, Москва начинает собирать около себя области Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Рязанскую, Пермскую, Киевскую И здесь то, в Москве, оторванной от Южной Руси, возникает и крепнет московская жизнь С пятнадцать столетия, когда все другие славянские народности оживают, когда у поляков, хорватов, хорутан, сербов, лазареца, и в Южной Руси начинает зарождаться народная литература, в Москве открывается период окончательного упадка русской народности К половине шестнадцать века все уж было кончено В двадцать каких-нибудь лет, от 1592 до 1611 года, невидимо выросло жесткое крепостное право Не вчера началось так делаться, говорит неподкупная народная память, началось это с началом каменной Москвы В старые годы, прежние При зачине каменной Москвы Зачинался тут и грозный царь Грозный царь Иван Сударь Васильевич Грамотность, просвещение, словесность, искусство, добрые международные отношения, возникшие некогда в Киеве в двенадцать веки, в Москве погибли К московской жизни вполне можно было приложить известные слова Геннадия, земля, господине, такова Не можем добыта, кто бы гораст грамот Стоглавый собор 1551 года по поводу всеобщей безграмотности московского духовенства Учиться им негде С сожалением вспоминал о прежнем времени Княжеские думцы, перейдя в поместциков, с 1499 писались теперь холопами, а свое старинное имя мужей отдали всему народу, получившему имя мужиков До сих пор замечание Карамзина о явных следах татарщины в характере русского населения, в обычаях и языке стояло одиноко, и, мало того, наука даже отвергала возможность всякого, дурного, влияния татар Но исследование памятников истории и языка, совершенные преимущественно трудами Русской Академии Наук, и затем некоторыми другими учеными Вильяминов-Зернов Исследование о Касимовских царях и царевичах, Хапмахал Историческая судьба крымских татар, Савваитов Описание старинных царских утворей, Мухлински Зродла Стоник и Дыр, и, кроме ученых исследований, опыт жизни и достаточное развитие самопознания успели уже бросить свет на элементы, вошедшие в состав московской жизни Стоит проследить день за днем возникновения и историческое развитие народных учреждений, как мы пытаемся сделать это на кабаке, и тогда откроется, что татарщина сказалась у нас не в одном лишь случайном и легком заимствовании некоторых татарских слов, но и в заимствовании некоторой доли самой татарщины Что эти заимствованные слова были полным выражением того зверства диких татарских орд, которым сменилась правда, выработанная народом Татарщина откроется, когда история расскажет нам смену древней русской одежды на ту татарскую, которая покрывала наших предков с головы до ног, башмак, азям, армяк, зипун, чадыги, кафтан, учкур, шлык, башлык, колпак, клобук, тафья, темляк и так далее Когда увидим, как, правда по закону святу, вытесняется битьем и ругательствами, унаследованными от татары живущими доселе в словах нам уже близких и родных Дурак, кулак, кулачное право, кандалы, кайданы, кат, палач, катывать, катать, бузовать, башка, корга и так далее Когда узнаем, как в русские обычаи входят казна, казначей, караул, сундук, сарай, ям, откуда емщик, харч, откуда харчевня, обращение права в правеж, заимствованный от татар Установление тархан, ярлыков, чинов, чиновников, в китайское чин, перешедшее через монголов, случайно сходствует звуками с славянским чин, действие, фекторм, точка, тамги, откуда таможня и... Наконец, кабака, сменившего корчму Шеварев нашел, что от той же татарщины произошла даже известная господская игра, называемая Яралаш Ошибкой было бы, если бы мы все влияние монгольского Востока ограничили одним лишь временем татарского ига Влияние это началось в незапамятной старине и продолжалось в течение всего периода жесткой борьбы русского, племени с дикими ордами, напиравшими с Востока В это время вошли в русскую жизнь кнут, орудия казни и ура, что у монголов значит «бей, колоти», а у нас возглас народной радости Затем наступила татарская ига Не будем распространяться о насилиях и жестокостях татар, на которые плакался Серапион и о которых дошли до нас и предания и свидетельства памятников В летописи под 1262 годом записано В твердый знак ЛТО 6770 бысть в чье на бессермены по ВСМ мягкий знак градом русским И побито татар везд, не терпящий насилия от них, за не же умножишься татаров в АВСХ твердый знак град их русских, ясасчики живущие не выходя Тогда же твердый знак из Осиму убиши злага преступника в твердый знак Ярославли А на устюга города тогда был ясасчик Буга-богатырь и взял у некоего крестьянина чердвицу насилием за Исаак на постелю Новые волны насилия и жестокостей нахлынули на русскую землю в XVI веке с нашествием казанских, астраханских, естерхан и сибирских царей, цариц и царевен, князей, князьков и царевичей, которые, предложив свою услугу московскому царству и поженившись на русских боярышнях, сделались сберегателями русской земли Получили во владении города Касимов, Звенигород, Каширу, Серпухов, Хатунь, Юрьев, множество сел и деревень, и один из них, Симеон Бекбулатович, был даже великим князем, всея Руси, а Другой, Годунов, цареубийцей и царем Некрещённые Мурзы безнаказанно владели крестьянами, и только два века спустя после так называемого освобождения от татар в 1682 году их заставили креститься Перед татарщиной отступал даже обычай церкви Бояре, приходя в церковь, стояли в татарских тафьях, и собор 1551 года по поводу вошедших в жизнь, преданий проклятого и безбожного Махмета, указывал, что «священные правила возбраняют и не повелвают православным поганских обычаев в водите» Ясные следы злого татарского влияния проявились особенно тотчас же после взятия Казани, и то при Дегаэрхотвёрдый знак ради наших бот милосердие своё показал над Казанью, а в нас явились гордые слова и учали мудры быть В это время появился и кабак, место для продажи водки С XVI века на Руси делается известная водка, открытая арабами, арабский алкохол, эрки, турецкая эрки, водка, болгарская, ракш, русская, арак Рогес, родившийся в 860 году и бывший потом врачом Большого госпиталя в Багдаде, первый указал способ приготовления алкоголя из очищенного от негашины извести винного спирта В XIII веке водка является в Европе и до XVI века употребляется как лекарство или эссенция и продаётся по аптекам В 1330 году она известна в Южной Германии, в 1460 году в Швеции, в конце XIV века, 1398, от генуэзцев, торговавших с Переиславом и Ромном, переходит в Южную Русь И затем в первой половине XVI века распространяется по всему Северо-Востоку, хлебное вино, при первом появлении своём в Европе, названо было водой жизни, Экур Витая И с этим именем перешло в Южную Русь, Аковита По способу приготовления водки её назвали на Украине горилкой Сербы и Северо-Восточная Русь прозвали её водой, русская водка, сербская водица, кар Посл 194, точка, оворотившись из-под Казани, Иван IV запретил в Москве продавать водку, позволив пить её одним лишь опричникам, и для их попоек построил на Балчуге у Балчуг, татарское слово, значит топь, грязь Балчугом и теперь называется место между мостами Москворецким и Цепным точка, особый дом, называемый портатарский кабаком У татар кабаком назывался Постоялый двор, где продавались кушанье и напитки о ослове кабак-семе, линдес-тубе Материалы для сравнительного русского словаря Варшава, 1845, Новиков-Н и Древняя Российская Виблиофика Ч. 5 С. П. 1774 С. 7, 141, 143, Татищев, В. Н. Лексиконы российский и исторический, географический, политический и гражданский С. П. 1753 В 1545 году царское войско сожгло в Казани ханские кабаки, которые в летописи названы царскими, и кабаки царевы пожгли. В самой Казани, во время взятия ее Грозным, стояли кабацкие врата, находившиеся близ нынешней Засыпкиной улицы. Кабак, заведенный на Балчуге, полюбился царю, и из Москвы начали предписывать наместникам областей прекращать везде торговлю питьями, то есть корчму, корчемство, и заводить царевы кабаки, то есть место продажи напитков, казенной или откупной. С появлением кабаков явился и откуп. Пример откупной системы мог быть заимствован из Византии, где издавна императоры отдавали напитки на откуп, или от татар. В Крыму при Шахангирее мы встречаем, странным образом, русского откупщика из Калуги, Хохлова. Первые следы Откупы мы находим еще в 1240 году в Галецкой области, когда боярин Доброслав, овладев по низим, отдал Коломою на откуп двум беззаконникам от племени Смердия. Откуп знала и Москва. В то время, как московский царь в Новгороде, в чё сказил, то наместники его секли народ, грабили дома или брали откуп. И вот стали писать по городам, чтоб заводили кабаки. В книге «Сошного письма» под 1579 годом сказано, в твердый знак у солья на посад держать и наместнику кабак, а на кабак – вино, медь и пиво. А в твердый знак чердын на посад держать наместнику кабак, а на кабак держать на продажу вино, медь и пиво. Мы знаем, что у греков и римлян, у германцев и даже у татар, везде петейные дома были в то же время и съестными домами. Такова была и древнеславянская корчма, где народ кормился. Теперь на Руси возникают дома, где можно только пить, а есть нельзя. Чудовищное появление таких петейных домов отзывается на всей последующей истории народа. Глава 6. Новый характер петейного дела в отношении к духовенству, к боярам, к народу. В Новодевичьем монастыре, когда жила в нем царица Евдокия, в погребах хранились вино венгерское, бургонское, французское, воложское, вино воложское, налитое на ликер венгерский, и другие вина целыми бочками, водки, тимонное, анисовое и другие, куфами, в том числе одна куфа, залетая сосновым побегом, а другая, ландышем, вишневки, пиво, полпива и меды, тоже бочками. Простого вина после царицы осталось 473 ведра. Подобно государству, монастырь сбирал пошлины с петей, и, без явки, монастырскому приказчику крестьянин не смел сварить пиво или поставить меду, даже для праздников, свадеб и поминок. В уставной грамоте Кирилла Белозерского монастыря 1593 года заварение пива без явки на том крестьянина на монастырь пени гривна без отдачи. В наказе Суздальского-Покровского монастыря 1632 года явка положена с чете пива по, деньги из пива с пуда по деньги. Троицкий и патский монастырь брал с пива явки по семь денег, да кто в печь поставит пиво по одной деньги. Тихвинский монастырский собор постановил в 1666 году следующий приговор. Чемное продажное питье объявится, объявлять на монастыре наперед монастырской выемки тотчас. Троицкий и патский монастырь наказывал своему старцу-приказчику, что если кто, учнет вино или квас продавать, на том пене по пяти рублей на человека, а кто беден и нечего из него взять, того бить батогами. Глава 7. Управление кабаками. Кабацкие головы, целовальники, откупщики. Когда же кабацкие деньги собраны были с прибылью, то воеводу за это похваляли, а голову награждали милостивым словом. В 1698 году в Сибири головы и целовальники находились в таком положении, что им приходилось или помирать с голоду, или воровать, а из Москвы им писали, буде явиться, что перед прежними, выборными, у него, у головы и у целовальников, родение было, и прибыль немалая есть. И им на пропитание дать небольшое, как пристойно, чтобы они и иные головы и целовальники охотнее и прилежнее, без повреждения своей души, о делах великого государя всеусердно старались и сбор кабацкий умножали. Иногда голову дарили дорогим ковшом, сукном и тофтой, смотря по прибыли и по человеку. В конце 17 века в Ярославле жил купец Кучумов, происходивший, как видно, из татар. Он был кабацким головой, в 1684 году доставил казне прибыль 1550 одних рублей одну, одна вторая деньги и награжден за это был серебряным вызолоченным ковшом, который, переходя из рода в род, дошел до известного богача-заводчика Ивана Кучумова и теперь хранится у любимовского купца Нила Сторожева. На дне ковша Двуглавый орел, на носу, женщина в хитоне, которая держит на голове козла, у ручки ковша изображены женщины во весь рост, в одежде наподобие стихаря, в правой руке они держат книгу с надписью «Така верую», а в левой – ветвь древесную. Над нею надпись «Сивила Европия». Затем кругом ковша обычная надпись, что он дан такому-то и прочее. В Ярославле в Приходской церкви Федоровской Божией Матери хранится ковш, пожалованный в 1686 году ярославскому посадскому человеку Еремину от государей Ивана и Петра Алексеевичей за прибылые деньги по кружечному двору. На дне ковша высечен двуглавый орел, над губи ручки вырезан пеликан, терзающий грудь свою и кормящий детей. А снаружи, вокруг ковша, надпись «1686 года генваря» в твердый знак «25 день» пожалован сим ковшом посадский. Челов Крадон Леонтьев сын Еремин за службу его и за прибор Ярославского кружечного двора 1686 года. В 1707 году пожалован ковш в два фунта соликамскому посадскому человеку Андреяну Жданову, что он, будучи в Сибири якутским кабацким головой, с 12 ноября 6026 по первое число 1704 года учинил против прежних годов, прибыли, у вина и у карт, и у мены соболей 11 721 рубль 2 алтына. Глава 8. Развитие корчемства и преследование корчемников Кабацкие выборные должны были смотреть, чтобы мимо кабаков вина не курили, пив не варили, медов не ставили, и виновный в этом считался корчемником. Поэтому кабацкие головы и целовальники, а потом с 17 века корчемные сыщики, получали право надзора над общественной и домашней жизнью народа, право входить в его семейную жизнь с обыском, насилиями, производя срам и оскорблений нравственного достоинства человека. По городам в каждый торговый день на площадях появлялись берючи и кликали, чтоб продажного и неявленного питья никакие люди у себя не держали и вина не курили. Но народ не слушал ничего, а продолжал по-прежнему варить пиво, курить вино, заводил тайные корчмы, а в кабаки не шел, там собирались одни лишь петухи. Продавцы вина ходили тайно с кувшинами, плошками и ковшами, продавали вино со дворов с кляницами или развозили в бочках. Дворовые люди, крестьяне и дворники крадут вино у бояр и торгуют им, корчемствуют архиерейские служители, монахи, монахини. Мы уже видели, что собор запрещал десятильникам держать корчмы. Царская грамота Двинскому воеводе 1623 года извещает, что «Новгородской воды митрополиты дети боярские на монастыре ставятся сильно, корчму и женок держат, а городовой деприказчик Иван Богачин в монастыре ставится сильно же, корчму и женок держат, и на монастыре да и у них святому месту и царскому богомолию чинятся позор великий и продажи». Никон, не в силах будучи сладить с монахами Печенского монастыря, писал царю, что «К тем старцам приезжают нарочно на кораблях немцы, и те старцы, хотя твое государево богомолье видеть в пусте, монастырскую соль и рыбу на кораблях им, немцам, на вино, и на водки, и на романею, и на ренское, и на всякие немецкие питья меняют, и с теми ж своеводами, и стрельцами, и с посадскими людьми заодно пьют, и бражничают, и монастырь разорили, и все пропили вместе. Корчемствовали им щеки, стрельцы, солдаты и всякие служилые люди. Глава 8. Развитие корчемства и преследование корчемников. Вся тяжесть корчемных выемок падала на крестьянина. Крестьянин, нуждавшийся в вине по случаю праздника и не желавший идти в кабак из стыда или из опасения, что его там споят, или ограбят, или потому, наконец, что кабак. Отстоял далеко, покупал где-нибудь венца и подвергался разграблению. Если, случалось, воевода узнает, что в таком-то месте есть вино, или квас дрожжаные, или даже сусло, он тотчас едет туда большим повальным обыском или посылает, вместе с головой, и целовальниками, и стрельцами, дворяны и детей боярских, выньте, что будет найдено. В 1615 году дошел слух до воеводы, что поставлено в Заболоцкой волости в деревне Демини вино, а привезено то вино с Вологды. Сотник Стрелецкий с рассыльщиком, да с ним стрельцов пять человек, поехали выньте то вино и привезли к съезжей избе, к воеводе да к дьяку крестьянина Мартюшку Тянухина, да крестьянку Марийцу, да малого Первунку, а с ними привезли две насадочки вина, всего ведра с четыре, а взято то вино в коровнике. Стали их допрашивать, и все они, даже маленький Первунка, сказали одно, что приехал к ним какой-то неизвестный человек, оставил вино на время и не возвращался. Воевода с дьяками приговорили, то вино отдать на кабак Чумаку, в печатное ведро, а за то вино по государеву указу, по кабацкой цене, в государеву казну взять по два рубля по десять алтын, а на Марийце да на Мартюшке и даже на малом Первунке доправить заповедных два рубля за то, что они неведомых людей пускают к себе на двор с вином. Наехавший воевода имел право тут же и бить виновного, как корчемника. За пойманного вступался народ. Боярские дети и стрельцы поймают корчемника, увидят лавочные сидельцы и отбивают его, а народ отбивает табачников и петухов. Когда же нельзя было отбить, то за пойманного давали поручные записи, что такому-то, живучи за нашими поруками, вина не курите и не продавате, а учнет он это делать, то на нас монастырская пеня, дело шло с Тихвинским монастырем, а в пене, что укажет игумен с братьею. Тому же Тихвинскому монастырю посадские люди дали поручную запись за посадскую жилицу Анну Кузьмину да за сына, ее за Ивана, что им, живучи в посаде, вином и пивом не кучите, и зерни, и бээль, не держате и никаким воровством не воровато. Но когда не удавалось отбить или выручить пойманных с вином, то вино у них отбирали, а их самих били кнутом и ставили на провеж, доправлять с них заповедные пошлины, а если дело было с монастырем, то виновных смиряли еще монастырским смирением. Обратите внимание на имя Первунька, которое является низкой простолюдинской версией имени восходящего к святому имени в Первооноса, Перуна. Глава 9 Инородцы Так точно распространялся и укоренялся кабак по всей северо-восточной окраине Московского царства. Палецин доносил на Мангазейского воеводу следующее, «приедут, — говорил он, — самоеды с ясаком, воевода и жена его посылают к ним с заповедными товарами, с вином, и они пропиваются до нога, пропивают ясак, которые они привезли, собак и бобров, и платят ясак оленями шкурами, Ины из себя, из жен своих снимают платки из оленей их кож и отдают за ясак, потому что все перепились и переграблены, — Соловьев с тем. История России с древнейших времен. Т-9 М-1859 С-140 Руководствуясь этими целями, воеводы, отправлявшиеся в Сибирь, возили за собой целые обозы вина. Якутскому воеводе Голенищеву Кутузову в 1638 году велено взять с собой, для иноземных ясачных расходов, 100 ведер вина горячего. В 1644 году якутскому воеводе Пушкину велено взять в Верхотурье и Тобольск, на оленских ясачных людей, 100 ведер вина горячего. Путивльский воевода Ухтомский, назначенный в 1597 году воеводой в Пустозерском остроге у самоедов, просил позволения взять с собой 300 ведер вина по подрядной цене, но ему позволили взять только 50 ведер. В грамоте царя Василия Ивановича 1606 года Лобского по гостокрещенным и некрещенным лопарям сказано, питья к ним в Лобские по госты, вин и медов, на продажу из Великого Новгорода не привозить. Грамота эта подтверждалась в 1615, 1648, 1659 годах. Но запрещение это не мешало заводить у лопарей кабаки. Царь Алексей Михайлович в 1658 году пожаловал Никону в Новый Иерусалим и в Крестный монастырь в Каргопольском уезде на пропитание реку Еколгу в Еколгском уезде, и, с той реки Еколги оброг и пошлины и таможенный сбор и кружечного двора прибыль, велено было выложить из оклада и не брать в царскую казну. Несмотря на это, в 1665 году наехал на лопарей посадский человек Звягин, стал их грабить, и Никон жаловался на Звягина царю, ссылаясь на указ, которому лопарей, кабацкого питья наметовать и насильство чинить не велено. В жалобе своей Никон умалчивал, в чью же пользу шла теперь отложенная прибыль с кружечного двора. В 1686 Году семь лопских погостов снова били челом, что Солонецкого и иных кружечных дворов в лопские погосты с вином, и с пивом, и медом целовальники ездят и тем чинят убытки и разорения крестьянам. Из Москвы пришла новая грамота — не сдить с твердый знак вином в твердый знак лопские погосты. Царь Михаил Федорович писал к сибирским воеводам, о которых наших людей посылаете к татарам, вагуличам и остикам собирать казну нашу, и те люди татарам, вагуличам и остикам чинят всякое насильство и посулы берут великие, а наши казни ни в чем прибыли не ищут, в пьянстве у вас многие люди бьются и режутся до смерти. Пушкин и Супонев доносили на воеводу Петра Головина, что торговые и промышленные люди ходят к нему на двор человека по два и по три ночью, а сходят да и от него со двора пьяны. Воеводы, говорил указ 1695 года, забыв их государей крестное целование и презре жестокие указы, каковы в наказах написаны, многое вино и разные товары через указ в Сибирь провозят, и сверх того в Сибири вино курят, и тем вином многую корысть себе чинят, и на кружечных дворах вина на продажу записывают малое число, в твердый знак год Индии по двадцать и по десять, а Индии написано в твердый знак продажа одно ведро, а в иной год ни единого ведра продать не дали. И от того то государево вино оставалось, истекало и пропадало безденежно, да они же твердый знак, воеводы, провозять вино и всякие товары беспошлино. В 1698 году послано было в Сибирь следующее наставление, о которой петухи озадорятся и напьются пьянством безобразным, и учнут деньги, платье, товары, мягкую рухлить своего промыслу в заклад или в мену пропивать, и таких унимать, и, обрав его всего, в особый чулан, чтоб проспался, положить. А как проспиться, по вине смотря, наказав его словами или высечь бытожьем, все ему отдать в целости, а взять только по правде, сколько он пропил, а лишнего, чего он не памятует, отнюдь не имать, и в государеву казну не класть, и гораздо смотреть, чтоб никто через свою силу не пил, и от бессмертного питья до смерти бы не опился, и душу свою навеки не погубил. Как видно из грамоты 1627 года Цивильскому, Казанское губерния, воеводе Матюшкину, Черемисы в это время платили еще медвяный оброк и оброк с бортных ухожьев, и ни слова еще не было о запрещении питьей. Но потом татарам, мордве, черемисе, точно так же, как самоедам и якутам, приготовление домашних напитков было запрещено, а велено было им покупать вино и пиво на кружечных дворах тех городов, куда они причислены. В наказанных статьях Нерчинскому воеводе 1696 года было сказано, чтоб князцы и служилые люди были под его царского величества высокой рукой в вечном холопстве и не смели бы держать у себя иноземного кумыса. В 1653 году велено было кликать в якутском остроге, чтоб служилые люди пив, брак и кваса хмельного безъявочно не варили и на продажу не держали, а когда нужно сварить, брали бы явку, чтоб банные откупщики безъявочно меду не ставили, пьяного кваса дрожжеников, бледей и корчмы не держали, а буди служилые, торговые, промышленные и всякие люди учнут у себя по подворьям или в торговой бане зерню, и карты, и всякую проигрышную игрою играть, и корчму и бледей держать, тех людей брать я сижую. Избу Тюменскому воеводе в 1699 году велено было поступать с корчемниками со всей жесточью. Таким образом, к концу 17 века мы находим московские кабаки, а следовательно и преследовании корчемства. В Енисейске, основан в 1619 году, Якутске, Иркутске, Ишми, Мангазее. Основано в 1600 году, Томске, основан в 1604 году, Кузнецке, основан в 1618 году, Нарыме, основан в 1595 году, Кете. Сургуте, основан в 1593 году, Березове, основан в 1593 году, Тюмени, основано в 1586 году, Пельше, основан в 1592 году, Туринске, основан в 1601 году, и так далее. Глава 11 Орден Нащекин и Крижанич Кабаки распространялись, Равно ненавистные и народу, И лучшим людям общества. Из последних нашлось двое, Которые в 17 веке подали голос За свободную продажу петей. То были Юрий Крижанич, Серп из Хорватии, Иа, Орден Нащекин, Псковский уроженец. Юрий Крижанич, Сербский католический священник, Около 1655 года, Прибыл в Московское государство, И, конечно, Не мог не заметить Печального положения народа, Пившего по кабакам. Вот что он писал, Сосланный уже в Сибирь, 1660-1668, «О пьянству нашим Что треба говорить?» Да ты бы весь широкий свет Кругом обошел, Нигде бы не нашел Такого мерзкого, Гнусного и страшного пьянства, Яка здесь на Руси. А тому причина есть Корчемные самоторжии, Монополия, Или кабаки. По милости этой монополии Люди не смеют варить себе Напитков без приказного позволения, И в этом последнем пишется им, Чтобы они выпили все В три или четыре дня После изготовления И дольше в домах не держали. Чтобы выпить скорее Этот наваренный напиток, Люди пьют через силу И упиваются, А соседи, Которым нечего выпить дома И негде купить напитка, Сидят без стыда И не отходят от этого пива, Покачают хоть одну каплю его. Дальше люди мелкого счастья Не в состоянии изготовить дома Вина или пиво, А корчмы нет, Где бы они Могли иногда выпить, Кроме корчмы царской, Где и место, И посуда хуже Всякого свиного хлева, И питье самое отвратительное, Питье само прибритка, И продается по бесовски Дорогой цене. Кроме того, И эти адские кабаки Не под руками у народа, Но в каждом большом городе Один или два только кабака. Поэтому, Говорю я, Мелкие люди Чуть ли не всегда Лишены напитков И от того делаются Чрезмерно жадны на питье, Бесстыдны и почти бешены, Так что какую не подашь Большую посуду с вином, Они считают за заповедь Божию И государеву Выпить ее в один дух. И когда они соберут Несколько деньжонок И придут в кабачный ад, Тогда сбесятся в конец И пропевают и рухлить, Какая есть дома, И одежду с плеч. И так все я злости И неподобии, И грехоты, И тщеты, И остуды всего народа Исходят из проклятого Корчемного самотожия. Так писал Крижанич в Сибири, И то же самое, Вероятно, Он говорил, Живший в Москве. Слова его должны были Показаться богопротивными, И он был сослан. Вспоминается Украина. Глава 18. Кабаки в Слободской Украине. И если в Воронежской губернии Народ по праздникам Собирается уже около кабаков, То в Веленской губернии Еще по-прежнему Все общественные дела Решаются в Корчме, И во всей Белоруссии и Украине Корчма служит обычным местом Собраний для дел, Бесед и гульбы. В Белоруссии бабку После Кристин ведут в Корчму. Еще недавно В некоторых уездах Витебской губернии Динобурском, Режицком и Люценском Среди раскольников Парни и девицы На Масленице Собирались в Корчму На праздник, Называемый Кермаш, И парень, Выбрав себе девицу, Уходил с ней в лес И там венчался Около дуба. Здесь то, В Корчме, Гуляла прекрасная Бондарувна, Жертва польских насилий И один из лучших Женских образов Украинской поэзии. Но совсем уже Не то местами, Где Корчма Успела обратиться В Кабак, Зашедший из Москвы, Или Шинок, Нем. Щенке, Занесенный в Украину Ляхами, Куда теперь Девчата чистуют. Двчата, Ночные собрания Которых разгоняют Для порядка, Собираются В Корчмы пить. И плачется Мать на свою дочь, Пьющую в Корчме. По способу Приготовления водки Ее назвали На Украине горилкой. Сербы И Северо-Восточная Русь Прозвали ее водой, Русская водка, Сербская водица, Кар. Посл. 194, Точка, Оворотившись Из-под Казани, Иван 4 запретил В Москве Продавать водку, Позволив пить Ее одним лишь Шапричником, И для их попоек Построил на Балчуге У Балчуг Татарское слово Значит Тобь, Грязь. И все-таки Корчемство Распространяется Более и более, Обхватывая Все области, Присоединяемые К Москве, Инородцев, Белорусов И украинцев. Московский кабак, Сменив Вольные корчмы Новгородской И Псковской земли, Перебрался Теперь в Украины, Слободскую И Днепровскую. Семнадцать век Заканчивал собой Историю Московского царства, Которое, Сгубив Независимые Области, В самом себе Не нашло Никакой жизни, Расшиталось И умерло Среди смут, Крамол И казней. Жив Был один Лишь Московский Кабак. Сменив Вольные корчмы Новгорода, Пскова И Смоленска, Он перебирался Теперь в Украины, Слободскую И Днепровскую. Глава Тринадцать В тысяча Триста В 1920 году Гедемин, Освободив Киев От Татар, Присоединяет К Великому Княжеству Литовскому И Киевскую Русь, Известную С тринадцать Века Под именем Украины, А впоследствии Малороссии. Не то уж Было К концу Шестнадцать И в семнадцать Веки, Когда разгул Шляхты, Требовавший Одних Лишь денег, Помог Жидам Заарендовать Всю Украину, И город, Доселе Самоуправлявшийся, Кланялся Теперь Жиду. И еще Десятки Раз Проанализировав Первые Пятьдесят Раз Скажу, Что тут Под словом Украина Имеется В виду Именно Украина. Украинцы Это ее Сыны. Прыжеву И в голову Прийти Не могло, Что пока Не писал Данный Труд Ленин С австрийским Генштабом Особо Старается Выдумывать Украину. Петухами Всем Произведений Называются Алкаши. Те, Всем Труде Прыжева О алкоголизме Человекообразные Паршивые Создания, Порочащие Звание Человека Употреблением Ума Отравляющего Алкоголя Называются Петухами. Думаю, Их можно И нужно Называть Петуш Непоганой, Петухами Гнойными И так Далее. Чтобы Всячески Подчеркнуть Недопустимость Употребления Алкоголя. Для Человека Недопустимо Употреблять Алкогольную Отраву, Человеческого Подобия, Становясь Двуногими Тварями.